Женские украшения во все времена были актуальны, об этом нам говорит история, точнее те аксессуары, которые сохранились до наших дней. Золотые, серебряные и медные кольца, бляхи для головных уборов или курхасов, пуговицы-бубенчики, фигурные подвески, бронзовые нашивки и многие другие бижутерии наших прародительниц хранятся сегодня в фонде Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова, рассказывает научный сотрудник отдела археологии Роза Гойкова. Мы здесь видим уже подвески, это женские височные подвески, такие подвески бывают серебряные, бронзовые, биолоновые, больше всего встречаются такие подвески 8 лопастями, а реже встречаются 7 или 6 лопастями, но ими такими подвесками пользуются наши бабушки, их большинство вешали или на волосы, или на головной убор, ну более был уже курхас, и реже всего они вкалывались мочкой уха, но такие вот подвески находили в погребениях. Как оказалось, украшения первыми носили не представительницы прекрасной половины человечества, а мужчины. Они позволяли отличить царя от охотника, вождя от воина. Но на Кавказе украшения всегда относились к предметам женского гардероба, и при этом у них было немало функций. Именно эти женские украшения не только дополняли женский наряд, они служили как явным силам достатка, и конечно же служили как обереги. Например, вот кулончики в виде птицевидной формы, это кулончик мы видим как птицы, и здесь мы видим сквозное отверстие. Среди этого сквозного отверстия продевали цепочку и вешали как кулон, и он служил как оберег. Раньше еще до принятия ислама было язычество, и конечно же они носили, верили всему, что им говорили. Именно вот такие вот обереги носили для снятия глаза. Украшения ингурских женщин совершили длительную историческую эволюцию, как неотъемлемая часть народного костюма, от самых простых до настоящих шедевров. Они изготавливались из самых разных материалов – серебра, золота, бронзы, стекла, из различных драгоценных камней. Это говорит и о том, что у нас было развито и ювелирное дело. Также среди украшений, хранящихся в музее, многие относятся к различным культурам. Видим кабанская культура, это 8 век до нашей эры. Это браслеты, они граненые, вот видите, граненые сверху. Здесь, к концу, как мы здесь видим, у нас они закручены, как спиралька. И вот на каждом браслете имеются орнаменты в виде полоски. И такие браслеты девушки носили по одной штуке на обеих руках. Здесь мы видим стекловидные пасты, очень красивые, уникальные бусы. Сделаны стекловидные пасты 7-9 век до нашей эры, это уже Аланский период. Именно стекловидные пасты сделаны из стекла. Ее растапливают, делают форму. И именно такие бусы носили наши бабушки и прабабушки. Они их носили с почтением или с любовью. И видите, бусы, они уникальны, разных форм. И на каждой бусине разные орнаменты. Каждый орнамент не повторяется уже второй раз. И дальше мы здесь видим уже, мы видим уже тоже стекловидная паста, браслеты и кольца. Именно вот такие, большинство вот такие предметы были найдены в серии Игикал. Так же, как и сегодня, в далеком прошлом, одни представительницы прекрасной половины человечества носили аксессуары, чтобы украсить наряд и подчеркнуть свой индивидуальный стиль. Другие, чтобы обозначить статус. Богатые девушки носили европейские кулончики. Роль этого кулончика играла часы. И на каждой крышке часа были разные орнаменты. Дальше мы здесь видим гривни, женское, это шейное гривни. Оно изготовлено из прута или делали из проволоки. Но такие гривни реже находились, чем другие украшения. О чем это говорит? Говорит о том, что такие вот гривни могли себе позволить только же зажиточные женщины. Простой людь не мог себе такого позволить. И нахождение, вот при раскопке, вот очень редко встречались вот такие именно гривни. Они вешались на шеи. Здесь в конце, здесь мы видим уже, как я говорила, как птицы, вот видите, в виде орла. Они служили как оберегами тоже, служили как снятие глаза. Это чисто женское украшение. Эти украшения в большинстве случаев найдены в солнечных могильниках и местах поселения наших предков. Это как горная часть Ингушетии, так и равнинная. Когда-то они были индивидуальны, но со временем стали историей. Сегодня старинные украшения рассказывают не только о вкусах древних модниц, но и ремесле, об уровне развития культуры и в целом ее эволюции. Субтитры создавал DimaTorzok